Доктор философских наук — Рудольф Федорович, мы сегодня не будем с вами в высоких философских категориях читать лекции. — Постараемся уйти. — Постараемся, да, слава Богу. Сегодня мы будем говорить, сразу скажу, о человеке, с одной стороны, незаметном, с другой стороны, уникальном. С одной стороны, полузабытом, с другой стороны, мистически, я бы так сказал, современном. — Это наш земляк, естественно, потому что это рязанец. Николай Федоров, он родился в XIX веке, 1829, скончался в 1903, но это чтобы зрители представляли эту эпоху. Итак, вот давайте вкратце о нем, что это был за человек, о котором мы сейчас будем рассказывать дальше последовательно. — Спасибо, Петр Анатольевич. Начну с того, что рязанская земля уникально богата людьми знаменитыми, по-разному уникальными, проявившими себя во всех областях научного творчества, поэтического, музыкального и путешественников. Это известно всем. Но это, наверное, привело к тому, что мы иногда забываем, не всех помним из них. Вот кто-то на пике славы в связи с какими-то датами, а другие в тени, как вы правильно заметили. Да вот Николаю Федоровичу Федорову именно уготована была такая судьба забвения. Но вкратце расскажу действительно о его рязанских корнях. Родился он в имении одного из родовитых сановников Руси, России XIX века, князя Павла Ивановича Гагарина. В его небрачной связи с крепостной девушкой, значит, вот от страсти вельможи этого родился такой вот отпрыск прекрасный. Что-то такое, уже начало романтического, вернее, начало романа такого. Да-да-да. Как правило, вообще от таких браков рождаются неплохие дети. Возьмем хотя бы Александра Ивановича Герцена. Тут тоже примерно такая же судьба. Это настоящая любовь. Настоящая любовь, да-да-да. Так вот, князь не мог, конечно, дать ему свою фамилию, свет бы это не понял и не принял, хотя это все было вполне обыденно для того времени, для помещиков подобные связи. Но и не отправил его на конюшню, как могло бы быть вообще типичным для того времени. Он позаботился, чтобы он был приписан дворянскому сословию все-таки. И ему дали фамилию его крестного отца, приятеля, князя, обедневшего дворянина Федорова. И так он был приписан, как Николай Федоров. Но воспитывал свое имение князя, все знали, чей он сын. Но реноме было соблюдено, так называемое. И это дало ему право получить самое первоклассное образование, как дворянскому отпрыску. 25 лет, в общем, до своей кончины он жил в Румянцевской библиотеке. Это было его домом и духовным домом, и физическим, потому что никакого угла у него не было. Спал на сундуке, вел неприхотливый образ жизни, никуда в свет не ходил и так далее. К нему ходили. Вскоре о нем молва разнеслась, и стали приходить к нему известные люди, не только ценители книг. В частности, Владимир Сергеевич Соловьев, основоположник философии «Всеединство» русской религиозной философии, он назвал его своим учителем и отцом духовным. Когда прочитал несколько рукописей, которые с согласия самого учителя, его ученики, я имею в виду Николая Федоровича Федорова, отправили Соловьева с его разрешения. Вот такую оценку дал. А Федор Михайлович Достоевский, который также заполучил возможность познакомиться с некоторыми его рукописями, он пишет в одном из писем брату. Я бы почел его мысли за свои. Согласитесь? В чем же основа была его вот такого вот, может быть, неведомого, неформального, сказочного учения? Вот почему к нему так люди первые умы России и мирки? Да, и еще добавлю к этому, чтобы завершить вот этот отзыв великих, Лев Николаевич Толстой, который писал тогда свои романы, знаменитые «На двойной миром» работала Анна Каренина, он нуждался, живя в Хамовниках, в своей усадьбе подмосковной, он переезжал в эту библиотеку крупнейшую, и встречался с ним и беседовал, тот ему, Федоров, помогал находить нужные книги для этих романов. Так вот, он как-то поделился в кругу близких, что я горжусь тем временем, что живу вместе, а скупой на похвалу был наш великий моралист Лев Николаевич, таким великим человеком. Так что все эти оценки, если вместе суммировать, они создают действительно уникальный образ, потому что не всякому и каждому такая оценка уготована от великих мыслителей России. Так вот, чем он загадочнее интересен? Итак, мы уже остановили, что его влечет космизм звездного неба, где все устроено в небесной механике, настолько органично, все взаимосвязано, где регуляция предполагает вечность, а не временность, как на Земле. И он тогда задумался над тем, как же действительно вот это самое единство обеспечить для рода человечества, для сынов человеческих. Потому как жизнь коротка, предельно коротка для такого существа, как человек, наделенного душой и разумом. То есть тело стареет раньше, нежели бессмертная душа, он верил в таковую. И поэтому ради этого он в рукописях своих выстраивает философию, как нравственный путь для всего человечества, заключающийся в том, чтобы в перспективе выйти за пределы ограниченной земной регуляции всех форм жизни, которые предполагает зарождение и смерть. То есть задача продлить жизнь человека, человечества, а по возможности сделать ее вечной, фантастическая мечта. И что для этого нужно? Мало мечтать, нужно высказывать аргументы, ведь философия — это искусство аргументации. И он тогда предполагает, что если дисгармония тела и духа присутствует, тело короткий срок живет, душа, как космическая, живет беспредельно долго, значит, надо тогда определить возможность улавливать коды энергетические, которые остаются после того, как человек прекращает свой земной путь, а душа улетает в космические дали, когда-то наука, полагал он, обретет такую возможность технически, научно-технически, улавливать уникальный душевный код каждого человека, он уникален, действительно неповторим, для того, чтобы потом, ретранслируя его, воспроизводить, собственно говоря, телесная оболочка — не проблема, как сегодня представители искусственного интеллекта говорят. Создать аватар можно, но наполнить его духом и душой — это проблема сложная. Так вот, Федоров тогда предлагал, как это сделать. И представители современной геронтологии, науки о долгожительстве, говорят, что он же предвосхитил наши идеи тогда в 19-м году. Но, согласитесь, в то время, конечно, не готовы было общественное мнение принять такую позицию. Еще не раз, как говорится, вспомнят люди о Николая Федоровича Федоровича, потому что идеи его как нельзя более актуальны. Ну а такая высокая мистика еще в чем? Фамилия-то его Гагарин, по сути. Да, вот я и не договорился. Действительно. Космос полетел. Гагарин, и он Гагарин. Вот и замкнулась. Вот смотрите, действительно, ниточка мистическая или объективная, мы не можем судить, не все мы можем просчитывать. И в завершение уж позвольте, Федоров настолько близок к нам, потому что духу, я имею в виду, культуры Рязанского края, у нас много космической идеи. Даже возьмем Сергея Есенина. Они тоже вот ниточка между ними. Можно смело сказать, что именем Федорова, Циолковского, Уткина, братьев Уткиных, всех, кто создавал космический щит, Рязань вполне может претендовать на, условно скажем, город космической славы или город-родоначальник космической идеи, если хотите. Спасибо, Рудольф Иоаннович, спасибо за то, что вы нам дали возможность вот так вот заглянуть в космос и увидеть там не только холод, но и, так сказать, надежду человечеству. Свет родительского очага. Свет родительского очага, да, я напомню, у нас в гостях был Рудольф Иоаннович Подаль, доктор философских наук, мы говорили о великом человеке Николаю Федоровичу Федоровичу, о котором предстоит сказать еще очень многое, ему скажем это. А на этом пока наша первая часть программы, так сказать, цикл, может быть, Николай Федоровичу Федоровичу закончен. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин